Всем привет! У нас недавно был обзор топора, который можно с собой взять пеший поход, на рыбалку, на охоту, может быть, где-то отдыхать. Сегодня еще один такой себе нужный гаджет для того, чтобы можно было выжить и причем согреться или приготовить какую-то вкусную еду на природе. Это у нас портативная газовая горелка с переходничком в комплекте, модель BRS11. Почта, конечно, доставила, будто на ней катались. Было запаковано в желтенький пакетик и все. Когда мы вскрываем, то видим, здесь лежит уже сам чехол и внутри находится сама горелочка. Вот такой вот компактный чехольчик и, в принципе, позволяет нам всегда избежать контакта с металлом самой ножки, самой горелки. Компактно его сложить в вашу сумочку и переносить. Очень удобно это, согласитесь. Дальше у нас здесь есть вот такая вот застежка. Открываем. Сам переходничок. Вот он. И сама горелочка. Горелку я уже протестировал. Дальше я вам покажу обзоры. Строение горелки хорошо продумано. Ничего особо сложного нет, но в домашних условиях такую ты точно никак не сделаешь. То есть у нее есть три ножки. Первым делом, вот они раскрываются. Здесь у нас есть зажигалка. Точно такая же, как идет на зажигалка. И здесь у нас идет искра. Подача газа идет через вот этот вот переходник. Эта часть у нас вся силиконовая. Она же служит и прокладочкой. Внутри находится этот штепсель. Здесь под этот переходничок. То есть вот этот переходник нужен для чего? Чтобы можно было под вот этот вот газовый баллон, который в магазинах стоит приблизительно 50 гривен. Но такие баллоны можно заправить самому. То есть это почти 2 доллара. Такие баллоны действительно можно заправлять. Вот эту часть мы снимаем. Вот этот переходник одеваем сюда. Посмотрите, здесь единственное место есть, куда показывает, что этот переходник должен одеться. Теперь, внимание, одеваем и закручиваем. Все. Вот у нас уже готовый переходник, чтобы мы могли одеть вот эту часть. Теперь надо навинтить. Раз, два, три. Слышу, контакт был. Снимается, когда мы отжимаем. Поэтому необходимо нам сначала одеть переходничок, а потом уже и одевать на газовый баллончик. Одеваем его. И зажимаем. Все. Теперь мы подаем отсюда у нас газ. Вот регулируется здесь с помощью вот этого смешного смайлика. Сделали довольно продуманно. Добавляем газ, начинает шипеть. И щелчок. Все, готово. Огонек есть. Уже тут жара такая. Это не вся. Мощность добавляю на всю. И легенький огонечек такой еле-еле. Как будто бы это сухой спирт горит. Вот так, ребята. Дальше покажу, как это на улице выглядит. А я благодарен вам, что вы на нашем канале. За топорчик ролик посмотрите. В пути у нас хороший нож компании Гонзо и Мультитул. Скоро на нашем канале. Всем пока. Ну и вот сейчас уже мы установили нашу кастрюльку. Это будет, конечно, лучше, когда казанок. Но заметьте, огонь уже очень хороший. Прогревается. Поэтому мы рекомендуем вам использовать такой удобный способ. Можно ложить, чтобы подальше от огня. Можно чем-то прикрыть. Используемся всеми мерами безопасности, чтобы обезопасить себя и тех, кто рядом. Всем спасибо. До новых видеороликов. Всем пока. И поставьте лайк за труды. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok